Стадион в Чистополе закрыли полгода назад. В июне там началась полномасштабная реконструкция. И с тех пор на спортивном объекте кипит работа. От установленного графика строители не отстают. Все идет по плану. Ведь и спецтехник, и рабочие трудятся, как говорится, не покладая рукой в любую погоду. Фундамент, подзрительские трибуны, административный корпус и прилегающие к нему здания уже заложены. Более того, строители уже возводят и сами здания. Кстати, в одном из них по плану предполагается разместить и спортшколу «Олимп». Значимость и необходимость модернизации центрального стадиона на пресс-конференции в очередной раз отметила и глава района Дмитрий Иванов. У нас есть неплохие футбольные команды, которые сидят на хорошие результаты. А для них это будет определенный стимул, толчевка. Там эти трибунные помещения, раздевалки, тренажерный зал там будет. Все-все в стадионе будет. Все-все занятия и масло вилл-спорт, и легкую атлетику будем развивать. Там хорошие беговые дорожки будут. Поэтому надо двигаться вперед, стремиться. Я думаю, что надо принять решение на все. И Сабантуев водительную природу на ипподром в одном месте все проводить. Там сборное место позволяет. Конечно, инструктуру создать одним годом быстро не получится. Будем создавать, заниматься. Такой стадион, который будет европейского уровня, с таким дорогим светлым покрытием. Его просто испортим и все. Планы по реконструкции спортивного сооружения действительно грандиозные. Кроме современного футбольного поля, появятся на территории стадиона и новая хоккейная коробка, и дополнительное тренировочное поле. Построят здесь и детскую площадку, соорудят места отдыха для горожан и многое другое. Сами же чистопольцы завершение работ ждут с нетерпением. Хорошее дело, что реставрация идет в стадион. Но кто будет потом здесь играть и за какие деньги. Сейчас же за деньги весь спорт. Да, мне как-то все равно. Ну, а вы не бываете вообще на стадионе или спортом никогда не занимаетесь? То есть вам без разницы будет стадион или не будет? Ну, не знаю. Может, если будет, будет лучше. Не зря же его ремонтируют. Вы знаете, я в этом районе не живу, так что часто здесь не бываю. Ну, конечно, наверное, все меняется в лучшую сторону. Это радует. Очень хорошо. Посмотрим, что будет. Какой результат. На полную реконструкцию стадиона понадобится не менее двух лет, отмечают строители. Потребуется немало и финансовое вложение – более 150 миллионов рублей. Средства предполагается получить как из республики, так и от частных инвесторов.